Год назад, отдыхая на Мальдивских островах, моя знакомая девушка прислала мне смс-ку. Это только русские туристы могут нажраться днём и приставать к попугаюм. С просьбой, чтобы он с ними поговорил. И искренне обижаться, что он этого не делает. Взвать я разговор с попугаем. На островах под названием Мальдивы, где пролегает окраина рая, произошло невозможное диво. Русский турист повстречал попугая. Ласковым взглядом сотрудника морга он посмотрел в попугаючье око и произнёс. Эй, жидовский морг, поговори со мной, у меня одиноко. Есть у меня и машина, и хата, тёлки, бабло, и диплом металлурга. Поговори со мной, Карлик Пархатный, с русским туристом из Санкт-Петербурга. Я заплатил 200 тысяч за путёвку. Я приобрёл шорты, плавки и тапки. Думал, я тут попаду на тусовку, а оказалось, попал лишь на бабу. Не с кем мне горем своим поделиться. Лучше б я квасил в каком-нибудь ейске. Поговори со мной, умная птица, сволочь карталая, дятел еврейский. Поговори, что же, падла, молчишь, что же так твоя распальцована лапа, словно какой-то мальчишки-бальчишки на буржуинском допросе в дестапо. Факью, ответил ему попугайчик, клюв свой закрыл, оперение расправил и улетел, словно солнечный зайчик. Может, на пальму, а может, в Исраиле. Русский турист от моральной нагрузки вымолвил грустно раскинувшие руки. Блядь, ну за что ж вы не любите русских? Вы ж ничего вам не сделали, суки!